МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олимпиада теперь история, и Сочи передает эстафету стройки национального масштаба Восточному, космодрому, который Россия возводит в Амурской области. Ему предстоит вписать новую главу в историю отечественной космонавтики. Олимпиада завершилась. Поэтому вот теперь этот объект является самым ключевым в стране. Понимаете? Самым ключевым. С сегодняшнего дня он является главным объектом по масштабам строительства. Вице-премьер бывает здесь с завидной регулярностью. Статус главной стройки России обязывает к повышенной ответственности. Строительная площадка на время стала съемочной. За всеми работами следят беспристрастные прорабы – видеокамеры, которые круглосуточно передают изображения в Москву. 30 января, когда здесь мы были, было залито перекрытие 4-го этажа. Сейчас возводятся стены 2-го этажа. Здесь уже идет счет на десятки тысяч кубометров бетона. Так сейчас выглядит стартовый стол. Или, как говорят в космонавтике, ноль. Еще немного, и строители дойдут до его нулевого этажа. Видны определенные изменения в лучшую сторону. Но, как показывает более глубокий анализ состояния объектов, в общем, то, что сейчас делается, на данном этапе пока недостаточно для того, чтобы говорить о том, что мы в сроке, которые определены, однозначно вписываемся. Четыре года назад мечты о полетах в космос казались далекими и нереальными. Тогда на этом месте был только выжженный бурелом, а местные жители ходили сюда собирать папоротник. В целом территория достаточно удобна именно для формирования стартового комплекса. Здесь имеются естественные площадки водораздельной части и участок локального понижения, который представлен долиной реки Гальчиха, что создаст удобство для газоотведения от стартовых стволов. Так начинались работы на Восточном два года назад. Вот так газоотвод стартового комплекса выглядел прошлой весной. Сегодня уже угадываются очертания монтажно-испытательных корпусов, в которых уже следующим летом начнут собирать ракеты-носители «Союз-2». Кстати, совершенно экологически чистые. Мы очень серьезно и много говорим о том, что космодром, он экологически не опасен для жизни у людей. Как любой промышленный объект, он представляет определенные опасности в плане загрязнения окружающих. Но как любой промышленный объект. Здесь нет опасных и вредных производств. Здесь нет производства и хранения токсичных компонентов ракетных топливов. Падение разделяющихся и отработанных частей ракет будет отслеживаться подвижными радарами. Мы будем прогнозировать и знать практически с точностью до 100 метров, куда будет падать отделяющаяся часть, в отличие от космодрома Байконур. Даже если будет нанесен какой-то ущерб, он будет практически минимален. Первый пуск из Амурской тайги по плану в декабре 2015-го. А в декабре этого, 2014-го, строители обещают, будут сданы первые жилые дома, даже раньше срока. К тому моменту рабочих здесь будет в три раза больше, чем сейчас. Самая большая численность на любой стройке, это когда возвели коробку, зашли внутрь дома, с внутренними работами, снаружи делаем фасад, убрали башенные автомобильные краны, строим сети. Вот тут самое большое насыщение. Все, Гира, и через стройку. Космодром, кроме технологических сооружений, и даже в первую очередь, это люди. Обслуживать Восточный будут около 6 тысяч человек. Настоящая космическая интеллигенция. Без нее исследования других планет, которые будут брать начало на Восточном, просто нереальны. Прошу внимательно относиться не только к тому, что касается создания инфраструктуры своего космодрома, стартовых столов и так далее, но и к тому, что касается создания нового города, который должен быть привлекательным, интересным, удобным для жизни, комфортным для того, чтобы сюда приезжали лучшие специалисты, молодежь. На Космодроме Восточный, в отличие от Байконура, планируется создание большого научно-технического центра именно для работы международных организаций, для работы наших научно-исследовательских организаций и создания там условий для определения, внедрения новых технологий. Имя городу Циолковский. Документы на это название уже оформляют. Основоположник русского космизма Константин Циолковский предсказал бум исследований Вселенной задолго до создания первых ракет. И был уверен, первым в космос отправится русский богатырь. Сегодня новые богатыри, космонавты, собираются сделать шаг на Луну или Марс и уже мыслями готовятся к первому старту с домашнего космодрома. То, что лететь нам, так это нам не привыкать. На Байконур мы тоже летаем, какое-то там 5 часов летим, 4,5 часа летим на Байконур. Вот, мы сюда прилетаем заранее, то есть на космодром прилетаем заранее, за несколько недель. Начинаем плавно привыкать, готовиться уже жить по распорядку космическому. Обратный отчет до первого пуска уже пошел. Старт новой космической гонки к другим планетам совсем скоро. И проигравших в ней, скорее всего, не будет. Как говорил Циолковский, Земля – колыбель человечества. Но нельзя вечно оставаться в колыбели.